Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с председателем Сената Республики Зимбабве Мэйбл Чинамона и делегацией этого африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества этой страны и Верхней Волжье. Участником мероприятия стала сенатор Тверской области Людмила Скаковская. Делегация Республики Зимбабве находилась в Тверской области в течение нескольких дней. В программу вошли посещения производственных предприятий, а также культурных объектов Верхней Волжье, включая главную достопримечательность – Императорский дворец. Выступая с приветственным словом, губернатор Игорь Руденя отметил, что отношения между нашими государствами выстраиваются уже на протяжении многих десятков лет. Более 40 лет назад в Хараре было открыто посольство Советского Союза. И с тех пор наши отношения между нашими странами развиваются в пути укрепления сотрудничества в торгово-экономическом, военно-техническом, научном, образовательном и других сферах. Сегодня мы предлагаем рассмотреть перспективные направления нашего сотрудничества. В настоящее время в Зимбабве из России экспортируются удобрения, зерно, полиграфическая, фармацевтическая продукция, механическое оборудование, техника, в том числе медицинская, компьютеры, оптика и другие приборы. Зимбабве обладает одной из самых протяженных на Африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи перспективным Игорь Руденя назвал сотрудничество в сфере экспорта в республику продукции железнодорожного транспортного машиностроения. Ну и, конечно же, особый интерес представляет сотрудничество в аграрном секторе. Мы благодарны Совету Федерации за то, что они организовали эту поездку в Тверскую область. И нам очень важно рассмотреть все перспективы сотрудничества, особенно в области сельского хозяйства. Потому что в Зимбабве, мы смело можем сказать, плавятся своей агроэкономикой. Кроме того, Игорь Руденя и Мейбл Чинамона обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Тверская область имеет большой опыт подготовки медиков, инженеров и других специалистов самой высокой квалификации для стран Африки и Азии. Продолжение следует...